Привет всем! Сегодня видео по Майнкрафту. Совсем скоро, кстати, выходят новинки 20-го года. Видео с новостями. Я рассказывал про различные эти новинки и розыгрыши. Скоро будут обзоры, так что уже подписывайтесь, покажу большинство новых комплектов. Ну а сегодня мы сделаем дуэль из двух наборов, относительно похожих по ценовой категории. Это Шерстяная ферма и Последняя битва. Необычное название видео, да, но оправдать здесь можно каждое из тех слов, что будет. Что я сделаю по мере продвижения по ролику. Ну и мы сегодня с вами решим, какой из этих комплектов лучше. А вы напишите об этом, кстати, обязательно в комментариях. Итак, начнем мы с цены. Последняя битва официально у нас стоит 1800 рублей. Шерстяная ферма 1500 рублей. Ну и сразу, пока вы видите коробки, уже можно обратиться к бонусам, которые нам предоставляет каждый из комплектов. В случае последней битвы мы получаем специальный кубик с цифрами. И эти цифры являются кодом для разблокировки относительно обычного, ничем не примечательного скина в игре. Ну и в случае набора Шерстяная ферма, две дополнительных пересборки. Форма сердца и форма попугая. В случае сердца форма совершенно странная и бесполезная в данном случае. Да, попугая уже чуть-чуть лучше, хоть и подходит, опять же, меньше, чем то, что у нас изначально есть. В любом случае бонусы, предоставляемые вторым набором, значительно лучше. Так как если хотите скин в Майнкрафте, его можно легко скачать. А тут ничего прям особо эксклюзивного. Далее мы будем смотреть на персонажей из каждого комплекта. Первая фигурка, наверное, Драконий Охотник. Это эксклюзивная, между прочим, фигурка, которая встречается только в этом комплекте. Персонаж крайне неплох. Есть вот спорные в плане принтов скины, потому что они не все, да, у Лего, получаются удачными. Здесь неплохо, даже вот сзади видно лицо Крипера. Лук зачарованный и... Вот что это у него за штучка в руке? Сказал бы, что какое-то Око Края или что там есть, но не уверен. Может, Джемчуг Края. Если знаете точно, что это, обязательно мне напишите. Могу сказать, что это принтованная деталь, между прочим, вроде как тоже уникальная. Эндерман ничем особо не примечательен, разве что тем, что в последнее время он встречается редко. Это раньше вот было в новых таких наборах, как Большая битва с Эндер-Драконом. У меня был тут набор, он был, да, крутым. Ну и вот еще, да, он, конечно, встречался. Здесь у него блок Эндер-Камня в руке, Эндер-Нят, что он называется. Ну и принт у него на голове. Такой стандартный Эндерман. Самая крутая, естественно, фигура здесь это сборный Эндер-Дракон, который получился небольшим в силу того, что сам набор по габаритам не велик. Мне понравилось, как сделана его голова из-за наличия двух принтованных деталей. Мне понравились, в принципе, крылья, как здесь переданы, особенно в этой форме, что я их сейчас поставил. В принципе, по поводу торса, вот здесь скрыт, между прочим, механизм. Вы нажимаете, и вылетает пружинная ракета фиолетового цвета, имитирующая его пламя. Ну и также хвост у нас подвижен, передние конечности какие-то слишком тонкие и короткие. И задние уже, да, более-менее нормальные. Минус, да, он маленький, он не должен быть таким маленьким. Но, как бы, в принципе, я могу сказать, что моделью я остался в большей степени доволен. Нормальный такой Эндер-Дракон на полку. Что дает нам второй комплект? Во-первых, фигурку Стива, и здесь имеет смысл вспомнить название ролика. Это нуб против про, вот эта дебильнейшая тема, когда устраивают вот эти, типа, фильмы по игре, сериалы по вот этому Майнкрафту, где один ведет себя как кончено, а второй, типа, разбирается. Не нравится мне это все, но, тем не менее, вы видите, что здесь игрок ничего еще не имеет, а тот из предыдущего комплекта уже находится на финальной стадии. Это позволило мне сделать довольно хайповое название ролика, вот так-то. Ну, у него есть ножницы. Это все, что есть, стандартная фигурка Стива. Ну, и далее у нас идет семейство Чики-Бомбони. Это мем, который, между прочим, уже потихоньку свое так отживает, но он довольно сильно завирусился поначалу. Делали различные разновидности Чики-Бомбони. Это так было странно, ну, посторонично обычный мем. Но, тем не менее, я же не мог просто написать, что это овцы из Майнкрафта. Тогда показалось, что я вообще далеко от всего. Что интересного? Один маленький у нас имеется, экземпляр Чики-Бомбоненок такие вроде называются, с принтом спереди. Ну, такая самая стандартная овца белого цвета. Ну, и две других вроде уже, да, имеют значимость. Одна красная, другая желтая. В наборе также имеются, если что, два бежевых блока, два на два. У меня вот здесь есть дополнительные детали, потом скажу зачем. И вот верхние вы можете поменять красный и желтый блок на них. И создастся ощущение, что вы как будто подстригли овец. По фигуркам, мне кажется, все очевидно. Несмотря на перевес постиронии на стороне второго комплекта, конечно, выигрывает последняя дуэль с драконом Край с эксклюзивной фигуркой. И еще и с эндерменом Тайвец. А теперь постройки. Первый комплект с драконом. У нас постройка совсем бюджетненькая, на самом деле, поскольку детали пошли на большую модель. Что мы здесь видим? Это, соответственно, небольшая часть края, где расположена одна из обсидиановых башен. Самая, между прочим, маленькая. Также слева мы видим зелье, наверное, восстанавливающее здоровье, судя по всему. Регенерация какой-то. Очень прикольная. Мне нравится, как оно сделано. Прозрачно-красная деталь, кстати, головы. Она редкая. Ну, здесь из всего интересного три детальки более темного цвета с пинами, чтобы разместить фигурки удачнее. Ну и сама башня обладает кое-каким функционалом. Кстати, в наборе с большим драконом, я уже фотку скинул, вы увидели ее. Но там было много башен. Сам край был большой, и фигура Костива была в алмазном браке. Так что вот так, кстати говоря. Ну, напоминает наследие из Ниндзяга, на самом деле. Тому, что некоторые наборы становятся гораздо меньше. Вот здесь имеется небольшой штырь. Если вы на него нажмете, то благодаря механизму статк-шутера вылетит данная штука. Что это за штука? Вы должны их сбивать, чтобы эндер-дракон перестал регенерировать. И таким образом, впоследствии, вы смогли его победить. Иначе дракон просто будет кружиться. Его эти штуки будут наполнять жизнью, потому что их много, на самом деле. Это тут всего лишь одна. Ну, и чтобы избить, желательно, конечно, пользоваться луком. У героя, благо, лук есть еще и зачарован. Так что вот так, в принципе. Что можно передать с этим комплектом? Это ту самую финальную битву. То есть, набор для игры подходит классно, если вы вдруг с этим играете. Хотя играть по игре это довольно сложно, как мне кажется. Но, тем не менее, дракон есть. Кое-какой интерактив есть. Так что с этим что-то реально можно делать. А вот и набор Шерстяная ферма. Ну, согласитесь, красота на фоне предыдущего. Здесь детали уже никуда не шли. Их, во-первых, больше. И, во-вторых, модель получилась реально красочной. За счет того, что территория небольшая, ее смогли хотя бы нормально заполнить. Во-первых, слева имеется лужайка. Здесь березовый забор, видимо. Потому что вот еще береза здесь. И дерево тоже, это береза аккуратная. Здесь две чики-бамбони будут пастись. Мы вставим первую сюда. И вторую. Помимо всего прочего, это можно использовать еще и как небольшие грядки территорию. Вот здесь что-то посадили. Пшеницу. Здесь сахарный красник есть. Но он не растет. Он принципиально есть. Цветы есть также. Здесь из булыжника дорожка проведена, чтобы через водоем перебираться к... Я не знаю, это или чики-бамбониш, или чики-бамбок. Я изучил, я изучил. Я говорю, чтобы разбираться во всех разновидностях. Посмотрите, какой он мощный и большой. И причем реально симпатичный. Классная статуя. Очень классная. Посмотрите, главное, насколько прикольно здесь все с ней сделано. Вы можете... Да. Вот так-то спецэффект. А то там что-то взрывалось. Тут, видимо, тоже должно. Но я таким вот странным образом показал вам функционал. Все запланировано. Дело в том, что здесь все находится на вот таких вот пинах. Все эти части очень легко снимаются. И впоследствии кладутся на место. И здесь все на них. То есть, все безумно легко можно разбирать. И это, на мой взгляд, очень прикольно. И совсем другие ощущения, когда вы собираете из готовых конструкций модель. Гораздо проще и прикольнее, как мне кажется. Ну и вы уже, да, видели вот эту вот часть. Это у нас доп. детали. Если вы, допустим, захотите собрать попугая. Да, только попугая. Потому что в сердце есть только красные детали. Ну прикольно же. Реально супер креативно. Пока пусть полежит у нас здесь данная модель. А мы с вами посмотрим еще немножко на вот подиум с небольшой лестницей. Где, видимо, поклоняться маленькие будут большой. Вот еще одну маленькую сюда фигурку мы поместим. В общем, набор очень прикольно соединяется с большинством наборов из Майнкрафта. Поскольку наборы у меня все разобраны по Майнкрафту. И большинство, я даже сейчас не представляю вообще где. То вы увидите из старого моего видео. Где как раз были классные реально комплекты. Такие как храм в джунглях, домик ведьмы. Вы увидите сейчас их соединенными. И поймете, насколько все элементарно. То есть, можно уголками, поскольку все в Майнкрафте и в Лего Майнкрафте такое под прямым углом находится. Этот набор куда угодно присоединить. И даже имея два небольших, как, например, пещера зомби. И вот шерстяная ферма или куриная ферма, что гораздо круче. Потому что она сюда впишется. Можно все сразу соединить и получить впоследствии большой здоровский мир. Так что в этом плане, конечно, у вас побольше возможностей, чем с предыдущим комплектом. Я попробовал хотя бы как-то. Теперь попробовал хотя бы как-то все это вместе поставить. И на этом фоне мы будем подводить итог данной дуэли. Я не буду считать, сколько там баллов я кому дал и за что. По модели шерстяная ферма она круче. Но здесь, на самом деле, наборы различаются по тематике, для кого они созданы. То есть, первый комплект, на который мы смотрели с драконом, он для тех, у кого уже что-то есть по Майнкрафту. Он для тех, у кого нет цели построить мир. Он хочет что-то значимое для игры. Он хочет поставить что-то небольшое на полку, но понимает, что это ключевое конкретно вот по Майнкрафту. Второй комплект, он реально красивый. И он подойдет под другие. То есть, если вы обладаете коллекцией, вы можете купить его и просто продолжать заполнять мир. Поскольку заполнить мир первым комплектом особо не выйдет. Там отдельная история. Это не наборы по аду в Майнкрафте, Нижнему миру. Там-то выпущено уже где-то 6 комплектов. Тут другая история. От 2 и 1 фиг найдете. Так что, я не хочу выбирать победителя. Мне оба набора понравились. Но, мне кажется, немного неоправданно платить деньги за вот Дракона Края больше, чем за этот наш 300 рублей. А полторы тысячи за вот второй комплект, который мы смотрели с фирмой, он классный. На сегодня все. Поддерживайте, подписывайтесь, пишите, какой набор лучше по вашему мнению и почему. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok